Здравствуйте! Обрешается к вам коллектив скорой помощи города Большой Камень. Конечно, трудно назвать это коллективом, это, скажем так, малая наша часть, но малая часть, другая часть не могла прийти. По одной лишь причине, что кто-то болеет, находится на больничном. Один фельдшерс на данный момент на вызовах в городе Находка, ну а другие по непонятным причинам. Наш видеоролик называется «Крик души». Почему он так называется? Крик души, крик нашей души по поводу невыплат. По 139-му приказу президента выплаты за особые условия труда в период COVID-19. Выплаты задерживаются уже в течение трех месяцев. Сентябрь, октябрь, ноябрь. До каких пор это будет продолжаться? Те выплаты, которые были до сентября месяца, составляли 25 тысяч рублей. Мы общаемся со скорой помощью других городов. Находка, Фокина, Уссурийск, Дальнереченск, Дальнегорск, Партизанск. Они получают выплаты вовремя, каждый месяц. И не в размере 25 тысяч, а в размере 37 тысяч 500 рублей. Почему такая сумма? Потому что их организация на эти 25 тысяч накручивают, как говорится, районный и дальневосточный коэффициент. Почему у нас этого нет? Также фельдшера, врачи других городов рассказывают про... Не рассказывают, а показывают даже свои расчетные листы про то, что им выплачивают так называемую группу риска по 106 приказу. Их почему-то группа риска составляет более 20 тысяч рублей или около того. Наша группа риска составляет 2-3 тысячи рублей в месяц. Ну, это врачи 14, младший медперсонал, средний персонал, больше 6 тысяч рублей, мне кажется, не получал. Также еще одна проблема состоит в чем? Дорожная карта, которую обязаны выплачивать фельдшерам и врачам. Их опять нет. Их нет уже в течение года. Где наши деньги? Где наше все? Наша МСЧ-98 относится к ФМБА России. То есть мы относимся не к Приморскому краю. Финансирование, вернее, не от Приморского края, а финансирование от города Москва. Как нам известно, финансирование именно на нашу больницу МСЧ-98 приходит в полном объеме. Опять же вопрос, где эти деньги? Почему медсанчасть номер 100, это город Фокина, оно также относится к ФМБА, города Москва. Они получают все в полном объеме, получают вовремя, в день зарплаты или в день аванса. Они получают полностью суммы. Почему у нас этого нет? Сколько можно? Мы пытались донести нашу проблему нашим ночмедам, то есть нашему начальству. Постучали в закрытые двери. Бьемся лбом, опять стена. Помогите. Что нам делать? На данный момент еще существует такая проблема. На наш город, в котором находится более 43 тысяч человек, проживает официально всего две автомашины. Вернее сказать, их три. Но действуют их две, потому что машины, немножко говорюсь, третья машина, автомобиль «Газель», пришла совсем недавно. Она новая. Остальные две автомашины, два автомобиля находятся в эксплуатации более 11 лет. Как вы думаете, долго они смогут работать? Нет. Естественно, машина постоянно находится в ремонте. Два автомобиля у нас на линии на 43 тысячи. Но это тоже не все. 49 было. Один автомобиль у нас постоянно уезжает в город на ходку, отвозит ковидных больных. То есть это получается, если он уходит утром, в 10 утра, он приходит обычно в 18, 19, 20 часов вечера. Это пока довезут больного, пока сдадут и все. Получается, на линии у нас остается всего один автомобиль с одним действующим фельдшером. Еще раз повторю, это малый коллектив наш. Малый. Но по большому счету у нас, если посмотреть наш график, наш табель, наш график, у нас всего 15 действующих фельдшеров. Из них на данный момент, с учетом того, что на данный момент у нас 4 человека уходят в отпуск, и 3 человека уходят на больничный. Вот так вот они и работают. Один фельдшер обслуживает в течение всего рабочего дня неотложные вызова, экстренные вызова. И как? А где интенсивность? Где зарплата? Где деньги, за которые должен получать фельдшер? Ну, то есть, эти все вопросы до того навалили? За последние, наверное, года 2. А ответа нет. Все бригады, которые приезжают в ковидный центр, привозят ковидных больных, их по 3 человека. Работают. А мы в одного. Говорят, почему вы одна? Я не перекладываю, я наносил как-то еще одна. Я не умираю там же. И мы их ренимируем в одиночку, всегда, в одиночку. Один фельдшер, спасибо, один санитар, если тебе дан помощь. Нету. Ночью мы, фельдшера, работаем в одиночку на весь город. В одиночку мы моем машины, извините, после окровавленных, после обрыганных больных, после ковидных больных. Я обязана еще успеть обслужить все 20 вызовов, допустим, в среднем, которые сейчас поступают за дежурство. И написать все карточки, помыть все машины, все в одно лицо. Зарплату я получаю за одного человека, за фельдшера. Санитарские мне не платят, за второго человека никогда доплатят. Максимум 2-3 тысячи в месяц. Максимум. А почему... Сами обрабатывают машины после ковидных больных. Почему обрабатывают фельдшера сами машины, потому что, опять же, нехватка медперсонала, младшего медперсонала, потому что его просто нет. На данный момент на 4 смены у нас 2-2 санитарочки. Одна находится на больничном листе, то есть двое, получается, находятся на больничном листе. Одна из них по заболеванию ковид. Что еще хочу сказать? Очень интересует такой вопрос по выплате, опять же, ковидных выплат нашим диспетчерам. Мы понимаем, мы знаем, что по приказу президента выплаты за особые условия труда в период COVID-19 диспетчеру или фельдшеру по приему и передаче вызовов это не положено. Но, опять же, есть такая оговорка, только контактные. Наши диспетчера также контактируют. Пускай не с больными, они контактируют с нами, с младшим медперсоналом, с водителями, с фельдшером, которые привозят это все. Контактируют с людьми, которые ходят по коридору. У нас отделение, грубо назвать его отделение. Оно не закрыто. Оно не закрыто, у нас открытый тип. Открытое отделение, где ходят и больные, и врачи, и фельдшера, все. То есть, да, все посетители. То есть, ну вот опять же, выплаты, выплаты, выплаты. Это наболевшая тема. Что еще хотелось бы отметить? Хотелось бы отметить ужаснейшую работу нашего начальства. Почему? Извините, пожалуйста, я знаю, что этот видеоролик пройдет и просмотрит наше начальство, наши ночмеды, наши бухгалтерии, все-все-все. Просто крик души. Просто сколько мы вас просили. Пожалуйста, соберите всех нас и объясните, где, что и когда. Вы это все игнорировали. С августа месяца мы официальный запрос делали. Да, вы это все игнорировали и даже слова не хотите сказать и объяснить, где наши деньги. Если кто-то что-то хочет добавить, пожалуйста, добавляйте. Мне сказать больше нечего. Я уже не знаю, что говорить. Сколько? Нет, нас требуют, вы молодцы, отвезите, пристройте. Вы молодец, вы бэтмен, вы вообще отличные фельдшера. Но платить за это нам никто не хочет. Ни водителям, ни фельдшерам, ни санитарам, ни тем более диспетчерам. Диспетчеров они вообще из-за медиков не рассматривают. По 106 приказу, который группа риска, да, диспетчерам нашим положены тоже выплаты, им выплачивают это. Но они опять же копеечные. Почему в других отделениях, в других городах выплаты идут хорошие, а у нас нет? Это не только, скажем так, крик души скорой медицинской помощи. Мы общаемся с другими отделениями, с отделением инфекции, с отделением приемного покоя, с терапевтическим отделением, с рентгеном, который непосредственно с этим работает. С лабораторией, КДЛ, с биохимией. Такая же проблема и у них существует. Просто, видать, у нас это все накипело больше, чем, наверное, у них. Но они тоже просили за себя, за молодец ловичка. И поэтому мы сейчас обращаемся от всей, наверное, больницы МСЧА-98, города Большой Камень. Спасибо. 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 Спасибо.